всем привет дорогие зрители подписчики а также гости моего канала сегодня речь пойдет о виноградном подвое кобер 5 бб продолжаем знакомиться с виноградными подвоями дорогие подписчики а также мои зрители видео будет долгим я постараюсь конечно все дело сделать кратко и рассказать вам историю создания данного подвоя кобер 5 бб который на мой взгляд действительно является универсальным и не побоюсь этого слова наиболее распространенным во всем мире но я думаю что вы послушав данную историю подчеркнете для себя что-нибудь новое и скажем так извлечете многие уроки и также самое на многие ваши вопросы данное видео постараюсь она вам даст ответы так давайте обо всем поподробнее скажем так изучая подвойный сорт кобер 5 бб я обратился вот такой вот к книге замечательная книга здесь описаны многие сорта и тут то что касается филоксера устойчивых подвоев здесь кобер 5 бб стоит первым до берландири ильпария кобер 5 бб и тут описаны все его характеристики и к сожалению здесь черно-белая фотографии по данной фотографии определить или идентифицировать к сожалению не представляется возможным и тут я обратился к интернету и обнаружил вот такую вот вещь то есть фотографии с французских сайтов и с немецких сайтов по внешним данным друг от друга листья и крупные листья и молодые листья также самое отделяется я изучая данный вопрос хочу рассказать вам историю создания данного подвоя кобер 5 бб который постарается ответить вам на многие вопросы так давайте обо всем поподробнее история создания данного подвоя уходит далекий 1896 год венгерский винодел зигмунд телеки в тот период купил у французского питомника 22 фунта семян дикой виноградной лозы витис берландири так как на тот период продажа виноградных лоз также зеленых его частей категорически был запрещен он так как был риск получить заражение и лак серы то есть действовали карантинные службы и получив 22 фунта семян высадил 40 тысяч саженцев и на протяжении восьми лет он изучал смотрел классифицировал и обнаружил среди них явными признаками чистого вида берландири также встречались берландири на репария берландири на рупейстрис так вот именно тот момент он ввел свою селекционную работу и выбирал лучшие из лучших и тут история дальше продолжается или скажем так закручивается австрийский виноградарь франц кобер обратился к зигмунту телеки чтоб он отправил лучшие свои селекционные работы лучшие лозы родительских парах которые присутствуют берландири на репария зигмунд телеки отправил больше сотни своих виноградных сортов на работу францу коберу франц кобер дальше продолжил изучать данную тему и начал обращать внимание и разделил все сорта на четыре группы а б ц д то есть они были определенных в морфологических или внешних признаков то есть он определил их на четыре группы и изучая за каждой группой он в группе в виноградный саженец под номером пять обозначил двумя буквами б б вот и тут начинается история кобера 5 б б почему кобера 5 б б так как распространяет данный сорт франц кобер умолчал о том что первоначально селекционную работу вел телеки зигмунд телеки так вот по словам андора телеки данный виноградный сорт кобер 5 б б идентичен или схож с телеки 5 а так вот продолжая дальше изучает размножая данный сорт уже к 1920 году он уже настолько свой питомник расширил вы можете видеть здесь как на тот период выращивали кобер 5 б б и уже он начал их распространять промышленных масштабах для прививок 1926 году уже было впервые опробовано механический способ прививки то есть с помощью прививочной машинки и вот 1924 году уже в германии высадили большой питомник с целью что получать филоксероустойчивые подвои для настольных прививок и вот к 1929 году карл бернер обнаружил что существует не только кобер 5 б б б женским типом цветка а попадается и с мужским типом цветка также самое попадается женским типом цветка но немножко измененные по внешним характеристикам листья то тут они начали думать задумываться и создали комиссию так вот до этого момента и телеки и франц кобер совершили ошибку так как они идентичны или схожи по типу виноградные сорта распространяли под одними буквенными значениями и тут начинается скажем так разнообразие так вот 1929 году созданная комиссия обнаружила 372 клона изучая все эти клоны на протяжении 10 лет проводя тестирование определили 5 сортов которые были устойчивы к корневой форме филоксеры и показали себя наилучшим образом в дальнейшем история они изучали распространялись уходили в разные страны так вот к 1982 году в гейзенхайме институте виноградарства официально зарегистрировано 7 клонов винограда кобер 5 бб я вот здесь выведу на экран можете посмотреть на буквенные значения 2017 году официально во франции зарегистрировано 12 клонов кобера 5 бб а в 1935 году путем клоновой селекции в румынии вывели сорт кричинел 2 который является луч или улучшенным кобер 5 бб я к чему это все рассказываю что если только во франции и в германии существует столько клонов которые естественно друг от друга отличается хотя и выполняет одну и ту же работу филоксера устойчивость придает силу но все таки это клоны и они между собой отличаются так вот это сортовое разнообразие и вносит путаницу так как в некоторых источниках описано то что кобер 5 бб имеет двойной усик в германских источниках говорится что преумыщественно состоит из двух частей то есть это не исключает то что и встречается с тремя частями так вот данная история свидетельство о том что существует различное разнообразие но не побоюсь этого слова что кобер 5 бб является самым распространенным во всем мире и на мой взгляд считается самым универсальным подвоем так как он отвечает по многим показателям ну как известно не бывает идеальных сортов у каждого сорта есть свои плюсы и свои минусы давайте пройдем к другому месту и я там коснусь ампилографических признаков внешних признаков сорта кобер 5 бб на что нужно будет обращать внимание давайте пройдем кобер 5 бб имеет следующие ампилографические признаки у него женский тип цветка который выглядит следующим образом взрослый сформировавшийся лист вот выглядит вот так молодые побеги у него слегка бронзового цвета лист вот таким вот образом выглядит здесь у него описаны все ампилографические признаки на что нужно будет обращать внимание имея женский тип цветка кобер 5 бб завязывать вот такие вот небольшие грозди грозди относительно небольшие ягоды мелкие примерно 3-4 миллиметра в диаметре внутри находится 3-4 косточки при полном созревании грозди будут иметь черный цвет также данный сорт имеет большие листья крупные говоря о больших листьях нужно упомянуть тот факт что да и вообще на всех других виноградных растениях хорошо сформированный лист который отвечает тому или иному сорту находится на 8-12 узле так как даже имея скажем так на одном побеге видим что листья друг от друга существенно отличается то есть нужно обращать внимание чтобы лист был хорошо сформирован скажем тогда правильно и находиться примерно на 8-12 узле и смотрим на его внешние данные которые отличают его от других сортов скажем так у него черешковая выемка у-образная который выглядит следующим образом краевые зубцы которые находятся на краю листовой пластины у него широко треугольные говорят широко треугольные имеется ввиду то что основание зубца намного шире чем его вершина также лист практически цельный круглый имеет ярко выражены три лопасти центральная лопасть хорошо выделяется также краевые зубцы на лопастях вытянуты в острие данный сорт является сильно рослым за счет этого у него между узле составляет примерно 20 сантиметров некоторые достигают даже больше побег у него со солнечной стороны окрашен красный цвет а с нижней стороны скажем так она имеет такой зеленоватый цвет давайте посмотрим на молодые листья то есть на вершину побега молодые листья имеет вот такой лишь слегка такой бронзоватый такой налет не знаю насколько камера передает вам а сверху находится пушок с таким войлочным опушением скажем так у него усики преимущественно состоит из двух частей да вот они раздвоены преимущественно все усики из двух частей но даже встречается иногда которые состоят из трех частей тоже это то что касается внешних данных ковер 5 бб практически подходит ко всем типам почв у него устойчивость к активной извести считается хорошей по шкале голы составляет 20 процентов также имеет большую хорошо развитую мощную корневую систему сорта привиты на данный подвой обладает большую силу роста за счет этого ягоды увеличивается в размере и в конечном счете это все увеличивается в скажем так урожае но говоря о всех его плюсах низк нельзя не упомянуть о его минусах а минусом как бы считается что срок созревания примерно задерживается на 5 дней лично я решаю данную проблему в следующем образом то есть я примерно 10-15 процентов гроздей убираю то есть разгружаю немножко гру скажем так нагрузкой урожаем за счет этого срок созревания немножко увеличивается но грозди остаются хорошо сформированными крупными за счет этого можно выиграть и в сроках созревания также данный сорт не подойдет к сортам которые склонны к осыпанию завязи после цветения то есть сорта чувствительны к цветению на данный подвой не подойдут данный подвой является наиболее скажем так распространенным во всем мире и скажем так больше всех распространен и считается универсальным то есть данный подвой хорошо себя ведет и на настольные прививки то есть у него хорошая срастаемость хорошо образовывает калус и со многими сортами имеет хороший аффинитет также у него укореняемость тоже считается хороший тут посмотрим есть виноградные листья которые скажем так вот обратите внимание от лист cover 5 бб который выглядит еще раз до следующим образом а здесь находится виноградный лист который немного от нее отличается данном случае это подвой с о4 о котором пойдет видео в следующих видеороликах это все что я хотел сегодня рассказать всем пока до новых видео